Линия Маннергейма Он говорил, что он соорудил узлы оборонительных укреплений на предполагаемых участках наступления Красной Армии Сегодня появились уже историки, которые вообще отрицают существование какой-либо линии Маннергейма Очевидно, подразумевая под линией глубокий снег, а под самим Маннергеймом бездорожье и крепчайшие морозы Но линия Маннергейма была, вот она, мы находимся на высоте 65,5 метров, здесь две дороги и вот здесь бывшая линия Маннергейма Вот они, уже разрушенные железобетонные укрытия Здесь были противотанковые пушки и пулеметы Наступать можно было только вдоль дорог, вне дорог болота и густые непроходимые леса, к тому же превращенные в минные поля Артиллерийские снаряды, как правило, перелетают через вершину, а авиационные бомбы скатываются и взрываются на склонах высоты В других точках идея была та же Извлечение наибольших выгод местности для обороны В этом главный смысл линии Маннергейма воспитанника Русской Императорской Академии Генерального Штаба Русской Императорской Академии Генерального Штаба Зима 1940 года, Лондон Зима была необычайно снежной и морозной В феврале поток грузов, возимых в Великобританию, уменьшился на одну четверть Британские острова, весьма зависимые от импорта Испытывали умеренные трудности с нефтепродуктами и продовольствием Немцы в это же время полагали, что поток грузов, во-первых, уменьшился на треть Во-вторых, что произошло это в результате боевых действий германских подводных лодок Это было и так, и не так Англия испытывала трудности не только в связи с потоплением более 250 судов А главным образом из-за новой системы передвижения в конвоях Что, безусловно, замедляло скорость судов, но значительно повышало их безопасность В борьбе на морях и Германия, и Англия использовали неверную информацию Немцы думали, что они своими подводными лодками значительно уменьшили британский торговый тоннаж Но на самом деле англичане компенсировали потери захватом судов противника И польскими судами, успевшими прийти в английские порты Великобритания умышленно завышала свои потери Чтобы повлиять на общественное мнение и правительство Соединенных Штатов И в перспективе задействовать могучие резервные возможности американских верфей Немецкий военно-морской флот к февралю потерял 13 подводных лодок А в строй за полугодие войны со стапелей сошли всего 9 субмарин В это число вошла даже подводная лодка, построенная для Турции Германия нарушила договор со своим традиционным союзником Но такова была острая нехватка подводных лодок Если бы у Германии их было в три раза больше Великобритания в этот период могла бы испытать почти непреодолимые трудности в импорте Необходимых товаров Немцы поняли это со значительным стратегическим опозданием Пожалуй, подводную войну на море в феврале можно назвать боевой ничьей Гитлер все еще не понимал значения подводной войны для Германии И вот о чем необходимо сказать в интересах истины Немецкие подводники не были кровожадными бандитами Как любили в это время повторять английская пропаганда и Черчилль Неоднократно и с риском для собственных лодок от берегов Норвегии до Африки Они оказывали помощь экипажам торпедированных ими кораблей или судов Снабжая их и водой, и хлебом В начале февраля от одного авторитетного английского агента в германских военно-воздушных силах Британская разведка получила сведения о причинах бездействия немецкой бомбардировочной авиации Агент сообщал, что Лютваффе во время боевых действий в Польше Израсходовали две трети запаса авиабомб Англичане усомнились в правдивости этих сведений Неопровержимые документы сегодня позволяют утверждать, что английский агент был точен Немцам нечем было вести войну в воздухе А необходимый запас авиабомб был создан только к середине марта 1940 года Еще один шаг к участию в войне сделали Соединенные Штаты Америки 1 февраля была принята новая программа строительства военно-морского флота Программа, несмотря на дискуссию, оказалась весьма консервативной, если не сказать отсталой Великая держава, расположенная между двух океанов, отдала предпочтение строительству линкоров, линейных кораблей большого водоизмещения и подводных лодок Только затем следовали авианосцы и эскортные корабли После Перл-Харбора американцы поймут, что на первом месте для них, безусловно, должны быть авианосцы 5 февраля на Объединенном военном совете Великобритании и Франции Было решено отправить экспедиционный корпус в Финляндию для участия в зимней войне против Советского Союза Правда, прямых конкретных путей отправки этого корпуса в Финляндию намечено не было Можно предположить, что Финляндия тогда играла для союзников роль тактической приманки для возможной оккупации Норвегии Что было очень важно в стратегическом смысле для ведения войны на море и в воздухе Где высаживаться экспедиционному корпусу в Финляндии на военном совете не обсуждалось Однако было решено, что впереди будут, с учетом возможных больших потерь, польские подразделения Своих солдат и офицеров союзники жалели А поляки они уже и пороху понюхали, и храбрости отличаются, и большущий зуб на Советскую Россию имеют Немецкий генеральный штаб 7 февраля провел военную игру, задачей которой было Определение готовности к наступлению и оперативные возможности группы армии А Под командованием генерал-полковника Гердафона Рундштета Выяснились существенные разногласия в темпах наступления И в невозможности своевременного ввода в прорыв нескольких танковых соединений А целая танковая дивизия вообще оказалась не на том фланге Немцы, не особенно торопясь, отыскивали свои шансы во внезапном наступлении Февраль был решающим месяцем в Советско-финской войне Финляндия, с одной стороны, уже использовала все свои возможности, ресурсы и резервы С другой стороны, ее могучий противник в январе, понимая, что шапками финнов не закидать Провел подготовку к штурму по правилам военной науки После того, как советская пропаганда достигла нулевого результата А советская политика не привела к образованию в Хельсинки коммунистического правительства Во главе с Отто Коусиненом Слово взяли осадные орудия, огнеметные танки, авиация Первоначальный, неудачный, непроработанный, нереальный план зимней войны Среди военного руководства Советского Союза Имел двух очевидных сторонников и последовательных исполнителей Первый это народный комиссар обороны Климент Ефимович Ворошилов Нарком был убежден, что быстрая победа в войне с Финляндией Станет весомым подарком к сталинскому юбилею 21 декабря Иосиф Сталин отмечал свое 60-летие Именно к этому дню Красная Армия должна была взять Хельсинки И победоносно вернуть Финляндию в Советскую империю Представляете, какой бы золотой дождь почести и наград Пал бы на голову и грудь Климента Ефимовича Ворошилова Но воевать по календарю юбилейных дат не вышло Вторым шапкозакидателем должен быть назван командующий Ленинградским военным округом Командарм 2-го ранга Кирилл Афанасьевич Мерецков Мерецков согласился разгромить Финляндию войсками Слегка усиленными одного военного округа, которым сам командовал Хотя все недостатки вверенных ему войск прекрасно знал Отсутствие должной подготовки, выучки и опыта Малое число полетных часов у летчиков И плохое знание техники у танкистов, нехватка осадной артиллерии Не будем перечислять, это может быть долго Натолкнувшись на хорошо организованную оборону Понеся большие потери убитыми, пленными, обмороженными Уже в первую неделю зимней войны Мерецков не осмелился доложить истинную причину неудач Сталину И Красная Армия продолжала барахтаться в снегу и в крови Бессмысленно теряя людей и технику Ни Мерецков, ни Ворошилов, ни безвольный начальник генерального штаба Шапошников Не сумели вовремя настоять перед Сталиным на необходимости оперативной паузы в наступлении В итоге первый месяц войны был самым неудачным в зимней кампании И только в конце его, 26 декабря, Сталин приказал на всех советско-финских фронтах перейти к обороне По сути дела, к войне начали готовиться заново 11 февраля перед наступлением на Карельском перешейке В течение двух часов двадцати минут проходила артиллерийская подготовка Оказавшаяся очень эффективной Когда же в атаку пошла пехота, огненный вал передвинулся вглубь финских укреплений Это уже была другая война В феврале Красная Армия завершила прорыв главной полосы линии Маннергейма А в последние дни месяца была преодолена и вторая полоса Порядка в рядах атакующих, несомненно, прибавилось Перед каждым штурмом укреплений проводилась инженерная подготовка Долговременные финские укрепления разрушались И только потом советская пехота выходила из окопов на штурм Стало уже общим местом оценивать Красную Армию в зимней войне Как отсталую, не соответствующую современным требованиям Не научившуюся взаимодействию танков, пехоты и авиации Не подготовившую приемлемых планов войны и так далее Все это так Но нельзя не сказать, что армия показала ее умение учиться на собственных ошибках В феврале Красная Армия была уже не похожа на саму себя в декабре и в январе Получив тяжелейшие уроки и понеся непредвиденные потери Армия, как это часто у нас бывает, наконец-то ощутила свою собственную силу К которой начала прикладывать и умения Если бы в истории зимней войны остался один февраль 40-го года Оценка ее итогов была бы совершенно иной А через полтора года этой способностью к перевоплощению Красной Армии Будут поражены Гитлер и его генералы В конце февраля в Финляндии уже не было никаких возможностей устоять И никакая западная помощь не успела бы остановить настойчивое продвижение Красной Армии в глубину финской территории Александр Трифонович Твардовский в своих записях с Карельского перешейка Так писал о невероятных дорогах, вернее, бездорожье зимней войны Впервые я узнал, что такое пробки на дорогах Из-за них мы заночевали в лесу Пробивались по какой-то совершенно невероятной дороге Она была только что проложена Свежие пни и горбы корней страшно затрудняли проезд для машин И еще все расквасилось Артиллерия, прошедшая впереди, разворотила колеи В них хрустел лед, перемешанный с водой и грязью Много раз таскали машину Ночью, отдыхая в машине, заснули Все и шофер Колонна впереди рассосалась и прошла Сзади никого не было Оставалось продвигаться одним В одном месте основательно засели Пришлось буквально умолять Догнавших нас обозников, чтоб помогли И опять остались одни А тогда все полно было разговорами о нападениях, обстрелах, бандах в тылу Где-то среди леса мы наткнулись на грузовик, брошенный своей колонной Один, как перст часовой, страшно был рад поговорить с нами С робкой надеждой предложил Оставайтесь, переночуем вместе Дальше там еще хуже дорога Сжималось сердце при виде своих убитых Начальник германского генштаба генерал Гальдер Еще в середине февраля отметил крах обороны в Финляндии в своем дневнике Но его оценка действий Красной Армии была крайне заниженной А Гитлер оценивал ее еще более пренебрежительно И Германию и Великобританию в этот период Гораздо большей степени, чем любая другая проблема Волновала судьба Норвегии Гитлер еще в 20-х числах февраля Поручил подготовить план оккупации Норвегии Генералу Николаусу фон Фалькенхорсту А Герман Геринг от лица военно-воздушных сил Потребовал захвата Дании Интересно, что когда генерал Фалькенхорст Получил личный приказ Гитлера заняться Норвегией У него не было даже карты этой страны Здесь еще одна тонкость Норвежскую операцию Гитлер планировал в большой тайне От своего собственного генерального штаба Выйдя от фюрера Фалькенхорст Вынужден был зайти в обычный берлинский книжный магазин Где купил туристическую карту Норвегии И подготовил по ней план норвежской операции Вечером этого же дня он снова был вызван Гитлеру Где доложил план атаки пяти важнейших норвежских портов Перечислим их с юга на север Осло, Ставангер, Берген, Тронхейм, Нарвик После этого Фалькенхорст поклялся хранить военную тайну А Гитлер отпустил его с пожеланием Не медлить в этой срочной работе Вот так они тогда стремительно планировали войны Пока в их паруса дул попутный ветер Мы уже знаем, что ни одна Германия С поразительной легкостью собиралась покончить С независимостью одной из нейтральных стран О том же самом, но как всегда опаздывая на шаг В этот период войны Тайно мечтала и Великобритания Черчилль несколько раз акцентировал Внимание правительства на необходимости Скорейшей оккупации Норвегии Сэр Уинстон говорил о большой пользе Освободить Норвегию от угрозы германского вторжения Не спрашивая об этом саму Норвегию От имени Лиги нации Писал в одном из своих меморандумов Черчилль Мы имеем право, и это даже наш долг Временно лишить силы как раз те законы Которым мы хотим придать особое значение И соблюдение которых хотим обеспечить Малые нации не должны нам связывать руки Если мы боремся за их права и свободу Если бы Молотов умел так изящно формулировать Очевидные нарушения международного права Но увы Англичане заставили Гитлера Поторопиться с нападением на Норвегию Несколькими инцидентами В норвежских территориальных водах Одним из них была история С германским пароходом Альтмарк Пароход снабжал топливом Линкора адмирал Граф Шпей Во время его рейда в Южную Атлантику А после гибели линкора На внешнем рейде Монтеведео Альтмарк с английскими военнопленными на борту Это были экипажи судов Потопленных рейдером Сумел скрытно добраться к берегам Норвегии Где 17 февраля Во внутреннем норвежском фьорде Германский пароход Несмотря на противодействие Норвежских сторожевых кораблей Был взят на абордаж Двумя английскими эсминцами Британские пленные были освобождены А часть немецкой команды попала в плен Гитлер был страшно разгневан Вот после этого к нему и был вызван генерал Фалькенхорст А судьба Норвегии приблизилась к своей весенней трагедии 11 февраля после долгих переговоров Трудных и нервных Было заключено новое германо-советское торгово-экономическое соглашение Сталин лично участвовал в обсуждении условий соглашения И потребовал каждые 6 месяцев Проверять исполнение Германии своих обязательств А в случае нарушения ею сроков Прекращать поставки советского сырья Кому это соглашение было выгодно? В литературе до сих пор встречается утверждение о том Что торгово-экономические отношения между эссерой Германией В начале Второй мировой войны Имели взаимовыгодный характер Позволю себе не согласиться с этим мнением Хотя бы уже по той простой причине Что Германия в результате заключенного соглашения Получала массу преимуществ Которыми не мог со своей стороны похвастаться Советский Союз Известно, что Германия Ввозила значительную часть стратегического сырья Необходимого для развития своей военной промышленности Своей военно-промышленной базы А Советский Союз в этой ситуации Выступил в качестве главного помощника Германии Ибо обеспечил германскую военную промышленность Чрезвычайно важными сырьевыми ресурсами Если перейти к сухому и констатирующему языку цифр То мы сможем убедиться в том Что Германия получила от Советского Союза За те месяцы, которые предшествовали нападению Германии на Советский Союз В результате торгово-экономических соглашений Огромное количество стратегических материалов В частности, 865 тысяч тонн нефти Было поставлено Советским Союзом Германии 140 тысяч тонн марганцевой руды 14 тонн меди 3000 тонн никеля 11 тысяч тонн льна Огромное количество продовольствия И многое, и многое другое Должен сказать, что сам характер Этого торгово-экономического соглашения От 11 февраля 1940 года Был таков, что давал Значительные преимущества Германии В структуре этих взаимоотношений Прежде всего, речь идет о том Что поставки Советского Союза Значительно превышали поставки Германии Обратные поставки Советскому Союзу Советский Союз делал авансированные поставки И невелика была надежда Что Германия в полной мере Рассчитается по своим обязательствам Ну и, наконец, нужно сказать Что с точки зрения Общестратегической ситуации Германия Значительно больше выиграла От тех торгово-экономических договоренностей Которые были заключены В февральские дни 1940 года Торговля между странами Не всегда поддается логическому объяснению Это такой сильно действующий магнит выгоды Притяжение которого пробивается Через любые расстояния и препятствия Вот, к слову, торговые отношения Между Германией и Соединенными Штатами Были прерваны после того Как президент Рузвельт отозвал Из Берлина американского посла В ноябре 1938 года А затем английская морская блокада Сделала их возобновление невозможным Но удивительным образом Целый список стратегических материалов Например, цветные металлы Оси для автомобилей Германия почти всю войну получала Через американские фирмы Или же они использовали В качестве посредников Нейтральные страны Кровь кровью А капитал счет любит и приумножение В польском генерал-губернаторстве Тайные германские цели Стали теперь явными для всего мира Немецкий наместник Ганс Франк Своих интервью с откровенным цинизмом Делился планами О вывозе германских и европейских евреев в Польшу И заявил, что если бы он, Франк Вывешивал афишу о расстреле Каких-нибудь семи поляков То для производства бумаги Не хватило бы всех лесов Польши Гитлер во второй половине февраля Был очень занят планированием Обсуждением и поправками К двум важнейшим стратегическим операциям Германских вооруженных сил План под кодом Гельб Желтый Предполагал внезапное наступление Против Франции С захватом попутно Трех нейтральных стран Бельгии, Голландии и Люксембурга 17 февраля Гитлер встретился с автором новых И очень привлекательных идей Танкового прорыва через горный массив Орденны в качестве главного удара Генералом Эрихом фон Манштейном Фюрер уже более месяца думал об этом И охотно в очередной раз Обсудил их совместный план Конечно разговор этот был Настоящим парением германского орла Гитлер и генералы опасались Что темпы предстоящего наступления Будут слишком быстрыми И войска придется искусственно сдерживать Чтобы они как закусившие у дела тройка Не понесли Даже творцы Блиц Крика сами не до конца еще понимали его Второй план под кодом Везер-Юбунг Учение на Везере Ставил задачу захвата Дании и Норвегии Германские стратегии понимали Что в Норвегии необходимо идти ва-банк Иначе первыми там высадятся англичане Если бы Уинстон Черчилль Сменил на посту премьера Навила Чемберлина не в мае 40-го года А в январе-феврале То можно было бы не сомневаться Что британцы опередили бы Германию Операция Везер-Юбунг Кроме Гитлера Имела еще одного настойчивого И нетерпеливого сторонника Им был главнокомандующий Военно-морским флотом Гроссадмирал Эрих Редер Без морских баз в Норвегии Германский флот Не мог угрожать английским коммуникациям Интересно, что руководители Сухопутных войск вермахтов В планировании этой операции не участвовали С Браухичем и Гальдером не советовались Мнения их не спрашивали Только в последний момент О высадке в Норвегии Узнает командующий Военно-воздушными силами Герман Геринг Толстяк Рейхсмаршал Едва не лопнет От возмущения Февраль заканчивался В тревожном ожидании Масштабных боевых действий Неясно было только Где они начнутся Во Франции Или в Норвегии Рядовой метеорологического взвода Французской армии Жан-Поль Сартр 20 февраля Записывают в дневнике Военное искусство умерло А война умирает Эта война Война 1940 года Больше чем наполовину Невозможна Гитлер это почувствовал Но он усмотрел В этом лишь смерть Определенной формы войны Поскольку в его глазах Война действительно является Извечной формой Человеческих отношений И сразу же Его изобретательный Ум самоучки Обратился к изобретательству К изобретению Новой формы войны Что же касается того Чтобы атаковать Противника с тыла Немецкий генштаб Додумался до этого Когда запустил Ленина в Россию Но вот уже полгода Немцы отдыхают Думая о том Как лучше Воспользоваться ситуацией Они повсюду Понавешивали щитов Свидетельствующих Об их мирных намерениях Большая часть Французских солдат Довольно восприимчива К гитлеровской пропаганде Что не способствует Нашему желанию воевать В последний день Високосного февраля 29-го Командующий подводными силами Германского военно-морского флота Адмирал Карл Денец Получил ошеломивший Его приказ фюрера Временно приостановить Патрулирование Подводных лодок В Атлантике И вокруг Британских островов Главная цель Которую ставил Перед собой Денец Борьба с английским судоходством Отодвигалась В неопределенное будущее Где-то его подводные лодки Были нужнее Но где? Борьба с английским судоходством Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова